Первая, я считаю, ошибка, это то, что инфекционную службу мы недооценили. Это кусочки больниц, неполноценное отделение, которое разбросано по всему городу, и отсутствие единой инфекционной службы, которую нам пришлось исправлять по ходу этой инфекции. Эпидемиолог внутри больницы, он тоже ушел на задний план. Их стало мало. Мы это почувствовали, когда их надо было мобилизовать, собрать, и мы их не могли найти. Их надо было создавать, и мы их создавали заново. Мы не сумели наладить на первых этапах диалог с населением. То есть диалог вначале был пугающим, создающий панику. Не говорили, как надо и что надо, говорили, ой, 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 гонка за антибиотиками в аптеке. Да, вот мне первое надо было переломить мнение врачей определенных, старых врачей, которые не встречались с такой вирусной инфекцией в таком количестве. Но это сумели как-то сделать. Но переломить желание пациента достать цифротреаксон, это было практически, знаете, очень сложно. Просто я не стесняюсь, скажу, мы не знали, как лечить ряд состояний. Но это буквально первые месяцы, когда человек уходил в самое тяжелое состояние. Вы, наверное, слышали о нем. Это шцетокиновый шок. Сейчас мы уже четко отработаны методикой. Как, что делать, мы знаем. Мы работаем аж по десятому пересмотренному положению о лечении данной инфекции, которую Москва издает. По десятому, знаете, за год. То есть каждый месяц... Десять раз изменилась стратегия лечения за год. Десять раз изменилась стратегия. Антибиотики были исключены на последних уже стадиях. Приемом антибиотика сугубо идет по второй инфекции. Профилактически он не действует. И более того, он сажает иммунную систему при его приеме. Поэтому гонка за этими антибиотиками, она создала ажиотаж. Она создала увеличенное количество потребления данного антибиотика. То есть люди фактически вводили в себя состояние, которое, наоборот, легкого интоксикационного отравления этими препаратами, создавая дополнительные штамбы бактерии устойчивых. То есть наносили определенный самовред. Да, и ряд врачей прям буквально из рук приходилось вырывать у них эти рецепты. Я собирал рецепты, сам по аптекам ходил, ездил. Находил фамилии, к сожалению. Причем удивительно, но один врач успевал, так как прием был большой, до 30-40 рецептов за день выписаться. Хорошо работал. То есть, которые болеют урвией, у них отрицательный ПЦР, у них не было контакта. Или более того, переболел три недели, были такие случаи, заболел урвией. И требуют опять эти же препараты. Говорят, да вы отравитесь, нам не жалко. Мы же не экономим на это. Мы же не свои, как бы, не зарплаты отдают врачи. Они передают. У нас препаратов сейчас достаточно на складе, я вот заявляю, в министерство. Мы можем раздать. Все жалобы, которые поступают к нам по неудовлетворенности, еще не было такого, чтобы не было удовлетворято. Нет, не дадим, у нас их нет. Такого не было. Поэтому, если где-то есть перекос, они могут быть... На больших числах такого не бывает, даже математика. Мы же начали эту систему еще до того, как Федерация дала. Мы купили на 12 миллионов файл пивовира область бесплатно. Первый, мы область купили. И начали раздавать. Но только один вот этот сильный препарат. Потому что мы поняли, что люди не пойдут покупать 12 тысяч при гриппе этот препарат. И начали сдавать. И как раз через две недели Федерация подхватила не нашу идею, но они поняли, что надо это делать. И по всей стране пошли. Они соединились между собой, эти раздачи у нас. Как показали себя вот эти специальные препараты? Алипривир? Я не хочу быть рекламным агентом препаратов, но вот то, что я видел, ни один не вошел в тяжелую степень. Мы сейчас даже закупили препараты, которые в Соединенных Штатах. Президент себе колол. Это очень серьезный настоящий препарат, который действительно доказан действие на вирус. Ремсидивир, я повторяю название. И вот он тяжелых степеней колется и так далее, и так далее. И даже он есть у нас в нашем арсенале, если необходим. Вчера заведены новые 40 миллионов. 40 миллионов на область. И поэтому хватает. Если кто-то не вызвал врача, если кто-то сидел дома, а потом говорят, а мне ничего не принесли, такое тоже бывает. Кстати, он не успел еще позвонить, уже говорят, а где лекарства? И до него не дошли. Мне никто ничего не дал. Такое есть. Но это плохо. Это мы тоже не досмотрели. Это самое главное для населения. То, что в больницах было все всегда. Про аптеки. Аптека – это торговая сеть, это коммерция. Они на своих складах держат всегда то количество, которое они могут продать. И, соответственно, никто не ожидал такого резкого скачка. Опять, почему? Если бы это было на отдельно взятой территории, то лекарство переместилось бы с одного угла в другой. Но как это на всей территории произошло, перемещать нечего было. Производцы были в мощности не настроены на такое количество. Вот и произошло то, что было. То есть никто не мог на это повлиять? Правительство и повлияло. Почему это все наладилось? Мы объявили о возобновлении системы государственных аптек. Мы уже открыли пять государственных аптек. Планируем открыть во всех ФАПах аптеки, которые поселят. От 789. Для того, чтобы до населения, до каждого села донести. Вот маленькая аптечка, она будет каждому на продажу, кто пришел, купил, чтобы не ездить никуда. И во всех больших городах, ЦРБ будут аптеки, в которых будут находиться жизневажные средства по ценам и достаточному количеству для обеспечения населения, чтобы снять спекуляцию, ажиотаж в таких случаях. Сейчас же никто не хватает. Сейчас ажиотажа нет. Правильно я понимаю? Нет, нет ажиотажа. Никакого не найдет препарата. Сейчас будут сливать в речку. Срок годности пройдет. Ну, все-таки вот на том этапе почему так складывалось, что мест не хватало? Почему вы лежали в коридорах? Пример привода очень простой. Вы живете дома? Вы дома живете? У квартиры сколько? К вам пришло 3 человека. Накормите обедом? 10 накормите? Да. Стуль и есть 10 штук дома? То есть все-таки спрос превышал предложение? У соседа возьмите. Вот так мы и сделали. А когда 100 придет, вы ничего не сделаете. Вы просто не накормите, и стульев не будет. Вот у нас настал такой период. Значит, резерв нужен был? Резерв был, мы его использовали. А больше до скольки? При пандемиях не бывает резервов. Есть статус-кво. Это сказал даже мэр. Когда все заканчивается. Сейчас среднее время приезда скорой какое? Ну, так же до 20 минут на экстренные помощи в том числе. Но иногда и до 3 часов остается. Ночные. Когда, например, одновременно, я же вам говорю, что 56 человек по 57 вызовов одновременно вываливаются. Не может они так приехать. Еще раз, мне что импонирует, то, что у нас в диспетчерской работают не просто диспетчера, а диспетчера-фельдшеры. Они умеют отдифференцировать. Они должны разговаривать. Они разговаривают и ставят там красный-желтый значок. Тот, который необходим для того иного. Если мы по эксперименту проводить не будем, сейчас, например, скажем, что он током ударил, то машина приедет за 15 минут. И 5 тысяч за КТ. Ну, свинства же нет. Мы же не возмущаемся с вами. Почему? Я тоже сюда, когда мимо прохожу, мимо кресел, в самолете, ВИП, я тоже хочу, я говорю, что какой? У него посидеть. А почему он 30 тысяч стоит? А там 2, а тут 3. За что? Мы же не говорим, не кричим. И тоже так же это хочет, пусть будет 5 у него. Но мы должны государству предоставить свои, где человек должен бесплатно, если ему необходимо, только подчеркиваю. Потому что тоже по КТ возник такой ажиотаж. Во-первых, для всех говорят, что КТ это инвазивный метод, опасный метод. Это облучение рентгеновское. Если сделать 3 раза КТ, то нужно выйти в открытый космос. Так у нас же КТ просили, как будто это, ну, не знаю, температуру померить или давление. Но все-таки вы признаете, что альтернативы не было? Не было. Или она была не в том количестве, в котором нужно было? Мне было стыдно на совещании. В Министерстве Захарного Города оно проходило, где нас подняли как единственную область, которая до этого года не имела ни одного компьютерного томографа в поликамбулаторном звене. Мы были практически единственные во всей стране. Сейчас у нас, мы сумели открыть, во-первых, 32 компьютера заработало в городе. К концу года. 32. МРТ, два МРТ вообще поставили в поликлинике, этого никогда не было. И люди уже поняли, что это не панацет, это не лечение. Не нужно врачу грамотному, и когда классически идет картина, это КТ, оно ему не нужно. Он видит заболевание, он понимает, как его притормозить, как помочь человеку. И КТ уже является путем, когда отклонение, осложнение, уход в сторону. Здесь надо ловить момент, смотреть, что происходит. Я не скажу, что те обиды, о которых вы говорите, они разрешились. Я считаю, что это тоже не совсем справедливо, но так было принято, так было решено, на верхнем уровне, спущено нам сюда. По-другому нельзя было сделать. Значит, надо было просто всем заплатить, одинаково, или никому. Но решили заплатить тем, кто стоит на черте красной. Тем, кто имеет контакт с подтвержденным коронавирусом. Губернатор-то наш правильно сделал, и правительство правильно сделал. Мы тоже платили, но может быть, небольшие суммы, то, что могла область, и платим. Тем, кто имел риск, и контактировал, контактировал, и так далее, они тоже все получают. Но вот эти большие суммы, о которых все люди мечтают, до 80 тысяч, когда платили буквально за время, видите, Владимир Владимирович тоже переделал свое первоначальное постановление, стал платить за время контакта, а не просто за одноразовый контакт. Тогда как было, значит, вышел на работу 1-го числа, 2-го отпуска, все равно 80 тысяч. Ну, тоже несправедливо, а другой, например, анестезиолог работал двое суток подряд, да, тысячу раз контактировал, 30 дней, еще две смены, да, тоже 80 тысяч. Вот сейчас по времени платится. То есть, отработал месяц на ставку 80 тысяч, на две ставки 160. Как бы сказать, административно проще выражать и выбирать людей, тут уже спора нет никакого, да, чем ты, вот был больной, не был больным, это ушло бы в никуда, такие вещи. Я, например, за месяц рассматривал, наверное, две жалобы, ну, с утра писали нам, потом написали правительство, потом Следственный комитет, Следственный комитет провел проверку, дал ответ. Теперь написали президенту. Тяжело иногда. Я их тоже понимаю, да, как это так, я его видел, он болел, он кашлял, да, и так далее, почему им заплатили, да, а мне нет. Но мы стараемся, я как сказал, главным врачам, те, кто реально такие контакты имеет, кто-то действительно на первом, но у него есть свои возможности это сделать, почти человек. Вопрос, насколько охотно главврачи на это идут. Ну, если он хочет, чтобы он был главным врачом, а не просто врачом, насмотрщиком, то он будет делать свои выводы, будет работать. Чего сегодня врачам не хватает? Счастья. В чем оно? Деньги, нагрузка, что? Чего хотят? Врачи, в первую очередь, хотят, чтобы к ним обращались и относились, как не к обслуживающему персоналу, как у нас в последнее время. Хорошо, у нас обслуживаются, молодцы ли, мы никого не обслуживаем, мы оказываем помощь. Помощь. И мы виноваты, что если кто-то заболел, может, мы не смогли кому-то помочь полноценно, то да, мы не отказываемся. Но болезнь приходит к вам, и мы готовы прийти на помощь. И обязаны прийти на помощь, если мы взяли на себя этот труд. А что делать? Ты помогите нам в своем отношении. Потому что доказано, когда человек верит врачу, он выздоравливает быстрее. А как же акции? Спасибо врачам. Баннеры. Ну, это да. Ну, сейчас что-то в последнее время акции-то снизились. Видите, я говорю, количество не уменьшилось, акции снизились. Бальных у нас коронавирусов. Мы привыкаем к всему, к хорошему, к плохому. Кадров мы открыли 4 тысячи коек. Это 4 областных больницы. Если так по объему, представляете? Врачи выдыхались? Ну, я думаю, что были такие моменты, если честно, об этом говорить. Уходили, увольнялись. и выдерживали. Тяжело работать постоянно в условиях, когда ты работаешь, ну, вынужденно, пусть даже с любовью к своей профессии, но не по своей теме. Гинеколог-инфекционист, окулист-инфекционист, да? Хирург-инфекционист. Если бы они не откликнулись на этот призыв, то нам бы некому было лечить просто. Это реально. На это вообще надо сказать огромное спасибо. Здесь не деньгами выражается это спасибо. Здесь правильно вы говорите. Психология важнее. Люди согласились почти год своей профессии, своего развития, жизни отдать для того, чтобы спасать других. Она у нас не обрушилась, не обрушилась, а она снизилась. Это да. Потому что тяжелые поступают больные сейчас с тяжелыми профилями по сердечно-сосудистым заболеваниям, по онкологии. То есть, что-то ранее, то есть два фактора. И только медицина, а второе сидит дома, да. И человек уже меньше ходил в поликлинику, меньше обращался к врачам. Но это тяжело, потому что, вот, когда видишь женщину, например, с четвертой степенью рак груди, это не должно быть вообще никогда. Понимаете, она должна была пройти любой терапевт, любой прием, любой хирург, где она была, любая клиника, если она попала, она должна была это увидеть ранее, чтобы ее спасти. Она приходит, как будто, ну... Никто ее не смотрел, и нигде она не была. Такого не должно. Тут такие случаи сейчас есть, они были раньше, но сейчас они есть, это очень плохо. будем стараться сделать все возможное, чтобы оказать помощь людям, чтобы определить вот их заболевания и пустить их в нормальное русло их излечивания. Вот сейчас, как только чуть-чуть сдвинемся, мы уже сдвинулись, ну, еще чуть-чуть, потому что, все-таки, 2600 коих занятых. Даже, это, это, занятых коронавирусов. Но, тем не менее... Ты сейчас освободилась пока. Ты сейчас освободилась, и некоторые ковид-отделения уже перестают быть ковидными, да? уже происходит... Первая клиническая больница, да, например, примет сейчас кардиологических больных, неврологических больных, областная больница, 200 коек для плановых операций своих откроет, и так далее, и так далее. Нам еще травматология сейчас вот помогла своими этими падениями, заняли койки, знаете, да, тоже перегрузка. Еще одна эпидемия, как ее назвать? Эпидемия льда. Да. Но, ни по онкологии, ни по сердечно-сосудистым мы не снизили и никогда не закрывали прием. И не по неврологии. То есть, лица, которые нуждались в экстренных помощи, они ее получали в полноценном объеме. А вот плановая помощь, так называемая, действительно, и диспансеризация, мы должны это сейчас восстановить в ближайшее время, иначе мы можем как бы не крах потерпеть, а войти в состояние, когда нам будет стыдно за свою работу. Вы такой достаточно открытый человек. У вас инстаграм свой есть, и вы общаетесь с народом. Вот насколько часто вам приходится выслушивать от людей такие очень нелестные вещи? Я же давно работаю руководителем-то. Я с этим встречаюсь постоянно, с тем, что ты должен ответить за все, что делается, даже до уровня, как тебе еду подали, параллельно тебя особо или нет, все равно виноват ты. Потому что ты это допускаешь, ты поощряешь, да, и колбасу еще с собой унес домой. Короче, гадости вам в инстаграме пишут. Гадости пишут. Почему они пишут? Пишут, но отвечаю, перестают писать. Как вы на них реагируете? По-разному, в зависимости от того, что написали. То есть, я отвечаю так, как я считаю нужным. Вот там, например, на вчерашний день могу сказать, очень много написали, там, вы ваших врачей там убивают и так далее, и так далее, всех режут, там, и так далее. Говорю, давайте конкретно разговаривать. У вас есть примеры, дайте мне их, мы будем их разбирать, я вам их отвечу конкретно по каждому примеру. Но все врачи не могут быть плохими, правильно? А вы прям сами отвечаете людям? А у меня нету, к сожалению. Райтеров? Да, Райтеров называется. Ну да, по-разному называется. Туда вот реально могут высказать то, чего ты не увидишь. Это второй взгляд на себя странный. Кстати, очень интересно, было несколько моментов, действительно острых, которых писали, которые потом проверялись, они оказывались правдой, и как бы приходилось ликвидировать это дело, да, и некоторые главные врачи извинялись после этого. Вакцина добровольная, исключительно. Мы стараемся не популяризируют сейчас вакцину, потому что ее не так много поступает, потому что промышленно не вышла на огромные, она у нас массовая вакцинация началась, но она начальной стадии, я так это говорю, на самом деле. Вот приходит у нас буквально на следующей неделе еще 16 тысяч покупок, а там уже поставлено 50 тысяч, они включают уже крупные производства, начинают работать. И тогда это начнется настоящая массовая вакцинация. Пока мы тратим вакцину ровно столько, сколько есть желание у населения привиться. Вакцина безопасна, и более того, судя по количеству иммунитета, который она вырабатывает, 96% от 90% является ее реально действующей, то, что мы проверяем на себя. И те люди, которых мы привили, я могу по врачам судить, у нас в три раза заболеваемость внутри коллектива снизилась сразу. Потому что мы привили врачей много, около 2000 человек, снизилась заболеваемость. И ни один из врачей не заболел, за исключением одного, который, говорю, он заболел не потому, что вакцина не сработала, а потому, что он получил вакцину уже в момент, когда потом начали глубоко разбираться, уже был инфицирован. Но у него с течением болезни прошло более-менее нормально. А что по поводу того, что отсутствует третий этап исследования вакцины, недообследовано, непонятно, сомнения? У нас есть время ждать сейчас. Если вы считаете, что там 500, еще 600, там тысяч человек погибнет, на миду, не у нас, в Саратской области, и задали. Здесь шанс спасти жизни. И те, кто занимается на научном уровне с этой вакциной, те, кто просчитывал ее действия, имели, как бы сказать, взять на себя ответственность, подписать документы на право ее применения. И я им верю. Во-первых, укропнение. Это не то, что лишение главных врачей тех территорий. Это создание главного учреждения на определенной территории. Еще раз, пример Балашов. Вот он, Куст, получился Балашовский район, медицинский район, который сидит, и Романовка будет прыгать не напрямую в Саратов, зачем-то. Конференции какие-то будут проходить, там, обучение, квалификация. Не в Саратов бежать, а в Балашов, да? И он будет за свою территорию отвечать. В отчетности, в цифрах, финансировании, да? И помогать этой территории, как сильная больница. Потому что, как вот пример привести, да? Вот у вас есть 5 килограмм сахара, да? Тоже банальный пример, да? И 3 комнаты, где вы пьете чай. Вы что, по 1,5 килограмма рассыпите? Вы рассыпите по 200 грамм сахар, и поставите баночку в центре. Вот так же и здесь. Мы насыщаем Балашов, например, тем или иными ресурсами. И он из этой баночки снабжает вот эти вот лежащие территории, к которым мы не дойдем никогда министерству. Ну, 160, это нереально. Каждому глаз засунут, засмотреть туда. То же самое у нас схема по всей территории. Мы разбросали 12-14 объединений разного плана, получается. Они уже пошли сейчас в дело. Вот стоматологии мы объединили. Вот. Объединили мы детство в Саратовской области. Объединили вот сюда эти, посмотрите, флаг не буду трогать. Вот. Видите, как они кусками даже и получаются, эти поликлиники, чтобы их соединить. А второй лаборатории, один из моментов, не просто лаборатория, где носит. Каждая поликлиника должна КТ иметь. Или нет? Зачем? У них не будет даже столько исследований. Лаборатория мощная ставится, центральная, все туда. Анализы все равно все будут сдавать на месте. Люди не будут неудобствовать иметь ходить, а не сдавать на месте. Свозиться туда, и там будет делаться. И там уже будут сидеть не то, что кадры, там будет врач, помощник врача, лаборант, контроль функции и так далее. Вот в этом месте сконцентрируется, будет сильная группа, которая будет на весь район работать. Это ваша такая управленческая схема, но людей в этой связи... Да, ваша... Людей в этой связи простые вопросы интересуют. Не уменьшится ли количество медучреждений? Нет. Колько мест? Не будет ли сокращений? Нет. Кадровых... Количество колько мест будет регулироваться нами в зависимости от потребностей. Оно может и уменьшится. Вот, например, роддом, да? Роддома. Ну, вот у нас сейчас осталось три роддома, да? Четыре, четвертый. Заполните мне, я еще три открою. Дальше, другой вопрос. Хирургия, да? Хирургия, койки хирургические. Если там, у Алгая, нет хирургических операций, нет хирурга. Там есть, слава богу, хирург, ему низкий поклон, 70 лет работает до сих пор. Да, мы будем искать, мы будем находить, мы будем стараться. Но если врач будет делать три операции в месяц, хирург, он выгорает. Хирург где становится? Там, где он оперирует. Постоянно. Значит, нам что нужно создать? На Узенске или в Красном Куте центр территориального хирургических койк, который будет забирать рядышком, чтобы они саратов ехали, ну пусть 100, пусть 80 километров, да? Причем машину мы им даем. Но мы не закроем там ничего, мы не выгоним ни одного врача, ни медсестру, никого не перекроем, ни выгоним фаб. Наоборот, фаб и вон, смотрите, сколько лампочек горит. Еще сейчас 15 зажгем, не меньше. Но помощь не станет менее доступна для людей? Да наоборот, она будет более доступна. Туда выезжать, люди будут оказывать помощь. Не только с Саратова, но и с центрального района будем привлекать. Мы все-таки больше делаем ставку на то, что люди концентрируются все-таки в Саратове. Ну куда денешься? Так привыкли. Они хотят жить здесь, хотят работать на современном оборудовании, в больших больницах. Там тоже мы делаем оборудование, там тоже будем держать врача, который необходим, да? Но вот эти выездные формы с привлечением специалистов высокого уровня в районы для того, чтобы оказывать. Это основа за этим. Плоды командировок. Говорю, я сейчас задачу поставил, не менее 5-6 квартир должно быть в каждом ЦРБ для приема вот этих вот помощников. Кто будет на месяц уезжать, а там жить и работать. Хочешь быть врачом? Ехай. Честно говоря, пренатальный центр к своей работе может вернуться тогда, когда женщины раз сожжать начнут. И сейчас они начнут, я завтра его переведу сам своей рукой приказом в роддом. У нас не хватает в роддоме же, они все на детей. Упали, роды упали за последние 10 лет два раза почти. вот поэтому с пренатальным центром будем решать. Мы его очень уважаем, это само здание и так далее. Мы его медицину никуда не отдадим, я точно вам говорю. Это не офис, это ничего, никто его не в завод не заберет, не частники. Мы будем думать, что сделать, или в детскую больницу, или еще какое решение. Но примем решение, то, которое нужно людям, в первую очередь, конечно. А в общем, конечно, я, например, днем и ночью бы работал, если бы моя работа смогла бы это ускорить, это дело, чтобы инфекция отступила, и как бы мы могли бы пользоваться нашей новой больницей инфекционной, не больше. И то, я считаю, что чем меньше, тем лучше. Лучше там студентов учить инфекционным будущим возможным инфекциям, чем лечить людей. Есть еще областная больница, основные ресурсы, которые тоже сейчас работают именно на... Областную больницу мы с вами уже успели сделать нормальной. Мы ее сократили. Вот я на карту смотрю, то, что мы вчера принимали решение, там осталось всего, там было почти 500-600 разъемков, всего 200 код на сегодняшний момент. Сейчас основные, думаю, останутся у нас два учреждения, перинациальный центр, останется первая клиническая больница, потому что там роды, травмы, нейрология. И останется у нас десятое, это профессиональное учреждение инфекционного плана. Вот я, надеюсь, мы сейчас сумели бы инфекцию сжать в эти первоначальные точки, то город бы вздохнул по другим заболеваниям, открылись бы для них возможности. И я планирую, это, думаю, в ближайшем месяце произойдет. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова